На форум заявились более 3,5 тысяч человек, это почти на тысячу больше, чем в прошлом году. Почему молодежь стремится попасть на это мероприятие и что полезного подчеркнут для себя участники, узнаем у заместителя директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Оксаны Савиновой. Оксана Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Так, на тысячу больше. О чем это говорит? Форум в этом году стал более популярным, что ли? Я думаю, что это говорит о том, что данная форма работы с молодежью реально востребована ими, потому что ребята видят отдачу, видят реальную пользу для себя в будущее, в построении профессиональной карьеры, ну, собственно говоря, и личной успешности. А потом была очень грамотно выстроена информационная кампания, что тоже немаловажно. И достаточно активно были подключены все социальные сети, и Facebook, и ВКонтакте, и Instagram. То есть молодежь могла почерпнуть информацию из привычных для нее источников. На конкурсе грантов подано 348 проектов. Понятно, что победят не все, но что касается победителей, вот всем ли удастся не просто воплотить в жизнь этот проект, но и сделать его своим делом? Вы знаете, возможно, два, конечно, варианта. У кого-то это пробные вещи, а у кого-то действительно это становится делом жизни. Я могу сейчас, собственно говоря, подкрепить свое выражение примером, потому что у нас, например, на прошлом форуме «Окружном утро» получил поддержку проект «Здравый смысл». Наверняка, вы все знаете, и такое... Прекрасно функционирует. Да, такую масштабность получил этот проект, и такое звучание, такое восприятие от молодежной аудитории. И, кстати говоря, очень многие представители общественных, лидеры общественных организаций становятся, это для меня очень ценно, работниками наших учреждений молодежных. Я могу перечислить Артура Валерьевича Ольховски, поисковое движение. Прекрасно. Денисов, Олег Денисов, то есть наши барсы. Максимова Светлана, Чир, движение экологическое. То есть их проекты зашли уже, собственно говоря, в программу региональную, но эти общественники активно привлекают и фонды, грантовые фонды для того, чтобы реализовать все новые идеи, которые они генерируют. Давайте вернемся к проектам, грантам, возможно, победителям. Предположим, все-таки, Оксана Владимировна, мой проект победил. Что дальше? Могу ли я надеяться на какую-то дальнейшую поддержку, что ли, в продвижении моей идеи? Ну вот я вам уже, собственно говоря, частично ответила на этот вопрос. То есть самые интересные проекты, самые мощные движения, они поддержаны даже на таком уровне, что и мероприятия эти входят в программы региональные. Но на самом деле, вот для тех, кто только пробует, так скажем, пробует свое перо или в начальной стадии находится, у нас достаточно серьезная система поддержки проектов общественных организаций и инициативных групп. То есть даже тех, кто не имеет статуса юридического лица. У нас есть гранты в сфере молодежной политики губернатора. У нас есть конкурс молодежных инициатив. Это проходит ежегодно, на системной основе. То есть ребята имеют возможность поучаствовать в этих конкурсах и мероприятиях. И кроме того, наши ребята активно привлекают и участвуют в различных федеральных грантовых конкурсах и привлекают финансирование. Первый форум, который задал очень хорошую планку. Высокую. Очень высокую. Это был Селегер, всем известный. Он остается. Ему в этом году 10 лет, юбилеар. А наш форум, то есть утро 2015, называют уральским таким Селегером. Получается, мы на втором плане все-таки не дотягиваем. Мы не на втором плане, может быть. На втором месте. Вы знаете, на втором месте, вот это второе место мы разделили со всеми округами Российской Федерации, потому что на сегодняшний день сложена целая система работы на форумных площадках. Такие региональные форумы, которые проходят. Да, то есть есть федеральные площадки. И сегодня это не Селегер, а два проекта территория смыслов и Таврида. Таврида в Крыму. И в каждом округе, как я уже сказала, России проводится свой молодежный форум, на который приезжают ребята из регионов, входящих в этот округ. У каждого форума есть своя федеральная тема, которая максимально полно представлена и раскрыта на форуме. Ребята из разных регионов получают возможность сегодня участвовать там, где им интересно. То есть не только ребята с одного округа, но, собственно говоря, из других регионов имеют возможность, прийти в частности, хоть на Дальнем Востоке, хоть в Крыму, хоть в Калининграде на форуме. Пожалуйста, такая возможность на сегодняшний день есть. Мы еще на форум ждем и высоких гостей, экспертов, да, это и космонавт Александр Спарцов. Наша коллега Арина Шарапова. Арина Шарапова, конечно, и олимпийский чемпион Александр Карелин. Как вот отбирались эти гости, как отбирались эксперты? Они сами выражали желание или их как-то... Вы знаете совершенно по-разному. Есть эксперты, которые сами инициируют свое участие, предлагают лекции, мастер-классы, темы для выступления. И таких, на самом деле, великое множество. Есть те эксперты, которые приглашены по пожеланию ребят, принимающих участие на разных площадках в разные годы. Потом мы всегда устраиваем, после того, как наши ребята приезжают с крупных событий, не обязательно форумов, устраивая встречи и получаем от ребят обратную связь, для того, чтобы выяснить, какие лекторы и какие эксперты были для них максимально интересны и полезны для дальнейшего развития. Вот в таком плане. Спасибо большое. Спасибо, Оксана Владимировна, что успехов в форуму, и думаю, все получится. Спасибо, спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.